всем привет сегодня уже 29 августа и я хотела бы снять обзор своих растений у меня часть очень большая еще находится на улице на летней веранде и на крыльце даже и уже думаю скоро нужно уже будет их заносить как-то в дом и как это делать я просто не представляю у меня растения очень сильно разрослись за это лето и конечно же еще и добавилось ну вот придется потом делать перестановку и как-то их заталкивать всех дом ну вот кстати спати филум большой я уже занесла смотрите вот на камеру вот знаете честно вот не передает вот эти вот большие вот эти размеры он у меня просто огромный я его сейчас полила чуть-чуть потому что видите немножко опустил листья очень требует много воды грунт пересыхает быстро ну вот у меня эти растения в общем-то и находились здесь а вот кстати да филадендрон фан бан вот он у меня стоял в бассейне я просто чудом ему собрала листья в кучу купила ему заехали для сада и для огорода такие вот держатель для кустов в общем я с одной стороны и с другой стороны поставила и вот такой посмотрите получился даже компактный ну слово компактные я говорю просто камера не передает вот эти масштабы и как это на самом деле все выглядит я не представляю если это все затолкать как-то в квартиру наверно будет очень сложно а так он конечно красавец и выпускает постоянно новые листья они даже вот отличаются такой светло-зеленые листвой красавчик конечно но место занимает очень много ну и соответственно смотрится он шикарно листья классные но это крассандра моя индийская красавица она просто цветет не переставая если кто-то следит за моими видео то они знают что она у меня цветунья очень хорошая очень обильное цветение у нее смотрите вообще красота конечно я уже много-много убрала у нее колосков которые отцвели и все равно все равно она вот такая красавица яркая особо очень украшает у нее и листья тоже декоративно очень выглядит даже если она не цветет они такие глянцевые красивые а цветет она вообще хорошо у меня отсаженная маленькая черенка выращиваю и она такая сидит маленькая малышечка и тоже цветет я сейчас специально покажу вам и вот посмотрите сидит ману я ее пересадила уже побольше в горшочек и посмотрите какая красотка решила я ее размножить мне очень нравится это растение мне не хочется потерять его из своей коллекции поэтому решила сделать такой вот еще один дубликат исхинантус такой кучерявый и вот такие вот свисают гирлянды с цветочками очень интересно смотрится красиво но такой еще не очень пушистый нам все равно филадендрон гитара видны листья прям огромное и я сделала вот так вот его протянула над аквариумом дети аквариум так ожил здесь в растениях хочу показать листочки видите какие большие такие красиво смотрится итальяна и мне прям понравилось атаку над аквариумом рыбешки себя чувствует прекрасно но это у меня окно с бугенвильями некоторые цветут некоторых я уже обрезала уже отцвели отцвели и смотрю заново они у меня начинают смотрите конец августа уже скоро начало сентября они у меня опять начинают видеть прицветники появляются это не цветет варига . красоточка и листочки такие красивые яркие и тоже появляются еще новые прицветники маленькие вот красавица антуриум корзиночки там у меня на заднем плане еще вот поливала орхидеи стоит у меня там бочонок с водой монстера разрослась все вообще такое огромное что будем делать зимой даже страшно орхидея тоже выпустила новый цветонос смотрите тоже такие красивые цветочки большие классно прям вообще здесь у меня розовая орхидейка такая ветка сирени прямо все вот эта орхидея имеет аромат долго очень держит цветочки пойдемте дальше но папоротник папоротник шикарно выглядит очень большой пушистый зеленый все хорошо да кстати у меня вот еще один эсхинантус я выпустила вот так вот по у меня тут изгородь в общем и здесь у меня тоже смотрите цветочек эсхинантус то есть он оплетает эту изгородь там бугенвилья выглядывает но смотрится в общем хорошо там у меня тоже на окне бугенвильи белая цветет здесь у меня мой гигант цикас ну конечно красавчик шифлеры очень большие листья наросли после пересадки добавила ей новый грунт и у нее просто листья очень большие по сравнению какие были вроде как большие да ну эти вообще просто большие смотрите красивые такие огромное здесь конечно света хватает здесь мои монстеры там где-то выкручивает лист монстерка вон он его видно требует опору прям она у меня так повалилась здесь такой листик красивый у нас вырос но не резной пока но красивые и он больше чем предыдущие здесь мне такие варегатные состоят это тоже красоточка колладиумы колладиумы я думаю на следующий год прям большие будут в этом году они мягковаты все зависит от клубни если клубни больше то соответственно листья будут крупнее такие красивые у нас листочки чистые такие вообще классные прожилки зеленые имеются так прям классно ну кофе конечно вообще там такие зерна большие смотрите просто ветки не хочется мне трогать такие большие такие большие и столько много прям классные прям радует и выглядит посмотрите вот у него стоит горшка не видно очень пушистая обычно они такие знаете голые какие-то а этот прямо его прет просто по-другому не могу сказать там у меня сенсация ну вот листья какие-то вот мелковатые вроде роз все идет но я думаю корневая когда разрастется и листья будут крупные это мой фикус али тоже все хорошо растем я его просто повернула в ту сторону вот у него там как-то с той стороны больше вот этих новых наросло листьев но и здесь просто этот бок я тоже хочу чтоб распушился поэтому поставила ближе к свету вот эту сторону и здесь вот сразу видите полезли молодые листочки но это мои филадендроны красавцы растет очень хорошо очень быстро разрастается я представляю когда вот он вообще разрастется он будет огромный это я покупала его как карамель марбл ну ушел в зелень я здесь кстати провела эксперимент я его вывалила из горшка и вот которая показала сейчас я вам а который я покупала изначально там было по моему два или три листочка черенок сейчас покажу его там я его отрезала он имеет уже корни и я его когда отсадила я там обнаружила еще спящую почку почка такая была хорошая я просто его отсадила и хочу все таки попробовать вернуть ему варигатность может быть и получится ну вот этот лист я думаю он скинет буду надеяться что вот этот вот у меня может быть и даст листья варигатную ну конечно хотелось бы ну ради эксперимента посмотрим ну это мои колотей после пересадки чувствую себя вообще прекрасно я даже вижу что там рост даже пошел там вот и были два листика они раскрутились смотрю еще появляются то есть пересадка пошла на пользу все хорошо колладиума тоже себя чувствует прекрасно листья вот у этого вообще очень большие конечно это механическое повреждение есть на листочке вот так у него там третий листок раскручивается солнца конечно не хватает у нас здесь погода немного испортилась но ничего все равно в принципе все хорошо и у Зами я обнаружила что у нее из середины появилась тоже она решила выпустить новые ваечки она как и цикос раз в год выпускает флебудиум прям такой пышненький стал кучерявенький такой имеет серебристый оттенок он красавец просто смотрю смотрю тоже у него выкручивается еще новую ваи нравится ему здесь вот он его растение притеняет потому что ему яркий свет не нужен а так как бы скользь где-то и солнышко когда-то на него попадает но в основном вот так вот как-то тень и он прям ну мне нравится красиво смотрится тоже когда будет большой пушистый тоже будет очень красивый тоже папоротник он такой большой тоже серебристый оттенок имеет но тоже флебудиум сорт другой немного вот если кучерявый то это вот такой вот с лапами такими ну вот сейчас выглянуло солнышко прям повеселело вот видите какая с другой стороны листва вот здесь вообще все новое наросло очень быстро разрастается вот фикусали вообще и мои глоксини я их пересадила каждый сорт отдельно посадила у меня там в одном горшочке росло два сорта я их рассадила смотрите какие пушистые стали и цветут здесь у меня белая уже конечно отцветает но у нее вот здесь цвета у нас тоже появляется ну так как уже осень близка но здесь тоже посмотрите бутоны тоже завтра нам распустится азалия бутоны тоже появились маленько отдохнула и слову там андеша у меня цветет красавчик мой это мой синец махровый красавчик здесь у меня хои там тоже рост пошел красивые такие листочки очень здесь так возрастается а здесь посмотрите адениум весь в бутонах бугенвилли красот это она у меня возле зеркала тут растет свисает это у меня в ванной комнате здесь вот потрясную кашпу из макраме это платит сериум тоже ему тут нравится тут влажно видите какие у него там растут стерильные листья но этот красавчик тоже не отстает весь такой распушился листья красивые украшает в общем холеродендром Томпсоном еще пока цветет но имеет вот эти вот белые это вот его предсветники цветочки-то там внутри но вроде бы уже цвели а вот такой вот внешний вид тоже красивый имеет то что белые то есть его предсветники но они тоже называют цветами тоже красиво смотрятся и не могу не показать своего красавца за миокулькаса там у меня зам директора муха залетела вот он голову вертит теперь а здесь у нас директор вот видите это посыпает в общем за миокулькас тоже я покупала ему держатель для куста потому что он развалил свои листья до самого пола свисали вообще очень огромный то есть вот стоит он у меня один в одной комнате потому что больше здесь ничего больше не войдет вот даже в прихожей у меня тоже цветы здесь у меня растет алаказия листья конечно вообще очень огромные это у меня алаказия сорт сорян и там вот посмотрите деточки ну видите из горшка сколько деточек там но я не хочу их почему-то вообще оттуда убирать я хочу чтоб пушистым был кустик такой много-много листьев чтобы было а здесь такая небольшая комнатка была раньше гладильная а теперь здесь вот так вот у меня диванчик стоит ну что-то где-то пошить или еще чем-то в общем шитьем заняться или еще чем-то здесь окно очень светло ну и конечно же расположились мои растения кстати вот еще один лист у меня стоит на укоренении от карамель марбл здесь он немножко конечно сломался но ничего страшного в общем жду когда появятся корни здесь обутилон у меня крокодильчик висит листики такие у него тоже такой рост идет но он у меня не цвел здесь вот еще одна красная 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 я ее обрезала но не стала сильно коротко что-то мне жалко стало и так мне пришлось ветки с бутонами то обстригать а вот здесь вот драцена она просто росла вот одним таким вот стволиком после обрезки смотрите я ее просто обрезала видите на два разделилась будет уже как-то поинтереснее ну и здесь у меня вот представляете какие семена на адениуме посмотрите что творится посмотрите он весь 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 семена да здесь так вообще они как срослись что ли между собой так что семян будет много ну здесь у меня и бугенвили тоже ну некоторые вот отцветают некоторые зацветают как обычно ну здесь и солнышко попадает здесь очень хорошо и диплодения цвела просто она однодневка и вот сбросила и цвела но у нее все равно поедаются эти бутоны диплодения здесь поставила здесь тоже вот у меня белое диплодения здесь но остальные у меня одна на улице стоит на веранду правда я принесла амбигония смотрите есть у меня одна белония с отростками с отростка вырастила посмотрите вот такая большая листья красивые ну листья конечно красивые ну мой красавчик прям так хочется показать ну а теперь покажу вам растения которые стоят на моей веранде ну а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok